Продолжение следует... 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 В борьбе за клиента, видимо, стоит ожидать и повышения процентов по вкладам? Ну, да, я думаю, стоит ожидать, но по моему субъективному мнению это не будет что-то очень существенное, это не будет существенное повышение, но да, наверное, и качество будет меняться, и процентная ставка, возможно, мои предположения в районе полпроцента, возможно, будут чуть-чуть выше. Вы можете рассказать, сколько сейчас составляет процентная ставка среди банков? Среди банков это 6-6,5%, 7% крайне редко, насколько мы знаем, что есть у нас регулятор, его процентная ставка сейчас 7,5%, но, конечно, выше она быть не может, но все, что касается до этого числа, то возможно. Повлечет ли приход Сбербанка за собой улучшение качества банковских услуг, создание веб-сервисов, а также дополнительных услуг? Да, повлечет. Сбербанка – это не только банк, это целая экосистема, она уникальна для территории России и вообще в мировом пространстве банковском. Конечно же, тут будет и электронная коммерция, и развитие телемедицины, и развитие образования, это целый спектр услуг, и это развитие и социальное, и экономическое, как Республики Крым, так и города Севастополя. Можно ли говорить о том, что появление нового банка на территории Республики – это дополнительный финансовый инструмент по привлечению инвестиций? Да, инвестиции – это общеизвестный и признанный драйвер развития экономики не только в стране, но и в регионе в частности. Конечно же, тот банк, который имеет многолетний опыт, имеет имя, и инвесторы, мы знаем, они всегда идут не только в регион, но обращают внимание на репутацию. Конечно же, да, это будет благоприятно сказываться и на развитии инвестиционного климата Республики Крым. На Ваш взгляд, сколько времени потребуется Сбербанку для начала полноценной деятельности в Крыму? На сегодня мы имеем информацию, что в ближайшие полгода будут функционировать банкоматы и терминалы. Отделение планируется в ближайшее время в крупных городах Крыма открыть. Если мы говорим про всю эту уникальную большую экосистему, то вопрос очень сложный. Тут есть много существенных факторов, которые могут аккумулироваться и накладываться друг на друга. Но оптимальный вариант это около года, ну, наверное, может быть чуть-чуть больше, в зависимости от внешних и внутренних условий. Придется ли Крымским банкам приспосабливаться под стандарты Сбербанка? Ведь это все-таки тоже затраты на модернизацию, как Вы считаете? Да, конечно. Мы же говорили с Вами о конкуренции. И разные участники рынка, они, конечно же, пытаются привлечь или как минимум сохранить своего клиента. И если мы понимаем, что есть более выгодные условия или более технологичная услуга, более выгодный процент, в конце концов, конечно же, придется переориентировать свою деятельность. Возможно, быть более гибкими, возможно, быть более технологичными, модернизировать свою деятельность. И вообще подход клиента, он, конечно же, будет меняться с приходом такого большого банка, как Сбер. Скажите, пожалуйста, когда можно будет ожидать отделения Сбербанка в сельской местности? Ведь, как сказано было ранее, первое отделение появится в крупных городах. Насколько быстро пройдет этот процесс? Ну, опять-таки, тут все зависит от, скажем так, нескольких факторов. Это целый ряд факторов. И в ближайшее время мы, я думаю, не увидим в сельских местностях отделения банка. Хорошо бы, чтобы начала работать электронная коммерция, чтобы мы могли оплачивать услуги, для того, чтобы турист, который приезжает летом в Крым, не секрет, что Крым – это туристский центр, чтобы он тоже мог пользоваться привычным ему банком и получать ту услугу и качество той услуги, к которой он привык. Сельские территории, они крайне важны, и Сбербанк традиционно уделяет этому внимание. Но приоритет, безусловно, только крупным городам для начала. А дальше уже будет использоваться опыт функционирования в Крыму в крупных городах и применяться на развитие сельских территорий. Елена Русланевна, есть ли вероятность, что с появлением Сбербанка в Крыму появятся дополнительные рабочие места или будут привлечены сотрудники с материковой части страны? Нет, ну, конечно, по каким-то ключевым позициям традиционно будут привлекаться специалисты, уже имеющие опыт работы в Сбербанке, но абсолютно точно, что будут новые рабочие места и ожидается, что эти места будут, скажем так, немного непривычные, они будут более современные. Во-первых, сам по себе банк очень большой, и несколько филиалов и отделений планируется. Конечно, будут новые рабочие места, новые какие-то даже возможности для обучения, и, в принципе, вот такой вот кумулятивный эффект, он будет точно. Хотелось бы узнать, Сбербанк – это все-таки большой бренд, который известен по всей стране. Есть ли вероятность того, что из крымских банков будут уходить клиенты именно в Сбербанк? Ну, тут все зависит от тех предложений, которые банки, которые на сегодняшний день работают в Крыму, готовы будут предоставить, или насколько они гибкими будут, насколько быстро они будут отвечать на изменяющуюся внешнюю и внутреннюю среду, насколько они будут анализировать хорошо те предложения, которые флагман банковских услуг готов предложить крымчанам, и насколько быстро они готовы адаптироваться. И, опять же, вы все-таки за здоровую конкуренцию? Конечно же. Здоровая конкуренция – это непременные условия развития экономики. А мы с вами знаем, что развитие экономики – это развитие общего социального, развитие территории и вообще развитие страны в целом. Как раз-таки о конкуренции. Расскажите, пожалуйста, какова вероятность того, что, к примеру, Сбербанка последуют и другие крупные игроки этого рынка? Да, вероятность есть. И, конечно же, с приходом Сбербанка, с таким знаковым событием, я думаю, что это будет как бы повод для других банков подумать, что почему бы нам, наконец-таки, не прийти в Крым и не рассматривать наш регион, наш с вами родной регион, как привлекательный, как регион с высоким потенциалом, как туристический центр, промышленный центр, центр, в котором развивается строительство, который привлекает все больше и больше жителей, да, с материковой части развития. Конечно же, мы очень перспективный рынок, мы очень красивая территория, и мы всегда рады любым новым участникам разных рынков, для развития нашей республики. Ну и опять же, это может поспособствовать, наверное, большему притоку туристов, которые уже пользовались до этого услугами Сбербанка. Безусловно, да, мы об этом с вами говорили, что турист, который привык пользоваться Сбербанком, который является его лояльным клиентом, раньше он испытывал определенные трудности, да, с банкоматами, допустим, или вообще с обслуживанием его кредитных карт, или получением какой-либо услуги на территории Республики Крым, сейчас это все нивелируется, преград для того, чтобы приехать в Крым, становится все меньше, а поводов все больше, поэтому все нужно использовать во благо. Елена Рустемовна, благодарю вас за интересную беседу. Вам спасибо большое. Это была программа Prime Time, спасибо, что были с нами, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин